Итак, начну с того, что если вы не досмотрите данный видеоролик до конца, вы обречены полностью потерять все свои деньги, все свои накопления соответственно. Почему? Потому что данный видеоролик несет в себе стратегического назначения информацию, которая необходимо будет вам оперировать на протяжении будущих 7 лет. На финансовых рынках, при управлении личными капиталами, при покупке того или иного объекта недвижимости, либо еще чего-то в этом духе. Начну, пожалуй, издалека со взаимоотношений между Америкой и Китаем. Я сегодня на анализе рынка вам сообщал, что Китай признан Соединенными Штатами врагом номер один. Все, процесс теперь официально запущен. Что за процесс? Процесс начала деглобализации. Более острой фазы. Острой фазы деглобализации имеется в виду сокращение экономической активности между этими двумя основными мировыми торговыми партнерами. То есть между США и КНР. Примерно говоря, торговый баланс этих двух стран равен почти триллиону баксов. Да, их экономики взаимозависимы. Да, им выгодно друг с другом работать. Но учитывая текущие реалии политических настроений во всем мире, учитывая то, как сейчас формируются постепенно фракции, политические фракции в разных странах мира, то есть такие вот союзы, содружества и прочие внуки, несложно предположить, что китайцы готовы пойти на разрыв торговых отношений со Штатами. Вот, к примеру, новость сегодня вышла. Руководителям Райфеон и Локхит Мартин запрещен въезд в Китай. Почему? Я думаю, всем все понятно. Вдаваться в акедебре я не стану. С другой стороны, это, соответственно, индекс еды, индекс сельхозтоваров, потребительств товаров и прочего в этом духе. Я вам в анализе рынка сегодня говорил, что он начал активно и галлопирующе расти. Весь последние, ну все последние недели 2-3. Проблема в том, что он будет дальше расти. Из-за чего? Из-за того, в первую очередь, что будет нарушаться в будущем цепочка поставок. То есть логистика, мировая логистика. Чему это он будет способствовать? Конечно же, политика и все эти амбициозные, якобы, настроения одной или второй стороны. Начало нового витка торговой войны между США и Китаем. Новые пошлины, санкции и прочее в этом духе. В общем, все, что было при Трампе, все возобновится при Байдене. Да-да-да, господа, именно при нем. С другой стороны, вы должны понимать следующее, что, скорее всего, новый американский президент в 2024 году будет республиканцем. Приход республиканцев ко власти снова равносильно ужесточению отношений с Китаем. Это надо учитывать. Вот. Поэтому, так или иначе, эти обе стороны между собой еще пободаются. И мы это будем ощущать даже на своих кошельках. То есть на покупательской способности тех товаров, которые мы потребляем на ежедневной основе. Если для штатов это будет проблематично в будущем, то для нас это не проблема. Почему? Потому что у нас в основном все торговые партнеры находятся либо в Африке, либо Ближний Восток, либо Азия. Товары народного питания, потребления приходят, в первую очередь, именно оттуда. Фрукты там, прочее в этом духе. Вот, к примеру говоря, донос я опубликовал сегодня на нашем телеграм-канале, биржевик акций, где шляп тысяч девятьсот восемьдесят восемь подписчиков. Ссылку на данный телеграм-канал можете в описании под каждым видеороликом, в первом пункте телеграм-канала, в пункте телеграм-канала про рынок акций. Настоятельно рекомендую вам подписаться. И в чем главная суть заключается? В том, что подобный индекс цен на потребительские товары, повторю еще раз, начал галлопирующие дорожать. Кофе дорожает, сахар дорожает. Логистика уже в некоторых регионах начинает хромать. Не из-за того, что товара нет, а из-за того, что некоторые регионы не могут между собой договориться. Понимаете, опять политику ударяет. Вот, и соответственно, другая самая важная проблема, подчеркиваю, это не только политика. Это еще то, что помимо того, что мы имеем сейчас, вот все, что касается сектора сельскохозяйства, продукты питания в дальнейшем также продолжат свой ценовой рост. Основная проблема в том, что отсутствие оптимальных инвестиций в природные ресурсы в сочетании с ростом стоимости жизни и, как следствие, повышением стоимости рабочей силы, а также безответственными бюджетными расходами и тенденцией к деглобализации, все это является фундаментом нынешнего роста цен на еду. Продукты питания и прочее в этом духе. Этот нюанс необходимо учитывать. Вот, с другой стороны, на нашем телеграм-канале также я расписываю наши, мои личные макроэкономические труды. Вот он постик от 13 апреля 2021 года. И я его пополняю, в принципе, по сей день. Вот второе дополнение поста. Вот сегодня я эту запись-то и добавил. Вот 19 апреля. Вообще, я рекомендую вам досконально изучить все эти моменты про инфляцию. Тут, в первую очередь, инфляция и макроэкономическое содержание тех проблем, какие сейчас имеются в мире. Вот, почему? Потому что все ваши и мои дальнейшие действия на рынке, это, в первую очередь, спекулятивное наклонение. Ни о каких, господа, инвестициях речи, в принципе, нет. Есть только речь о спекуляциях. Ни более, ни менее. Краткосрочных, среднесрочных спекуляций, чтобы внутри года делать определенную доходность. Обгонять ту же самую инфляцию. Рублевую, доллару и прочее в этом духе. Вот, с другой стороны, еще раз подчеркиваю, США готовят введение беспрецедентных мер ограничения американской инвестиции в Китай. Бизнес могут обязательно сообщать властям о новых инвестициях китайские технологические компании, а ряд сделок в критических секторах, включая микропроцессоры, и вовсе запретят. Также Белый дом изучает возможность запрета работы в США с соседями TikTok и повышения тарифов для китайских товаров. Причем эта проблема со временем будет расти и вздуется, еще раз повторюсь, до блокады сырьевых товаров. Это важно понимать. То есть, между прочим, штаты также являются одним из главных экспортеров на территорию Китая. Подчеркиваю, если все-таки ситуация будет обостряться, политическое наклонение между США и КНР, то, соответственно, штат объявит эмбарго. И Китай мало что сможет им продавать, но и они мало что смогут тоже Китаю поставлять. Хотя лазейки все равно найдутся, я полагаю, потому что ситуация с Россией, да, все равно мы нефть поставляем, ресурсы поставляем, больше половины мира покупает все, что мы продаем. Как бы, так называемых проблем, в принципе, нет. Вот, и в чем главная проблема американцев? В том, что я еще в те годы, в том десятилетии, публичную мысль свою озвучивал, сейчас озвучиваю. И говорил, говорю, что инвестиции в Китай, да, нужно останавливать. Потому что кто развивал Китай последние 40-50 лет после китайской перестройки 1976 года? И в тот момент, когда открылась первая фондовая биржа в Китае в 1986 году? Американцы. После американцев пошли уже европейцы, а после европейцев вовсе весь мир побежал. То есть вы по факту развивали-то, американцы, вы начали, и вы потом продвигали эту свою шарманку. А теперь, видите ли, вбухов деньги в Китай, вбухов его развитие, технологичность и прочие тундуки, вы хотите его остановить. Проблема в том, что вы его уже не остановите. Все, понимаете? И, между прочим, Китай, это тоже проблема для нас с вами, господа. Для россиян в дальнейшем, лет так через 15-20. Потому что, я еще раз повторюсь, Китай, это та самая страна, которая, мягко говоря, в свое время даст о себе так больно знать всем. Это будет похлеще Германия. Там 30-40-х. Намного похлеще. Я в этом убежден. Очень сильно убежден. Глубоко убежден. Даже понимаю, о чем говорю. И, соответственно, эта вся проблема, она будет дальше складываться в политическом наклонении, в политическом мироустройстве, в политическом решении той же самой партии китайской, других лидеров и прочего в этом духе. Но суть-то в чем? В том, что процесс деглобализации дальше будет набирать обороты. И, как следствие, капитализм, как сама идеология, она будет реформироваться из обычного рядового рыночного капитализма. Не вся планета, а именно часть, какая-то часть планеты будет переходить в фазу социал-демократии. Кто будет диктовать подобную идею? Конечно, Китай. Потому что все будут, ну не все, конечно, какая-то часть будет равняться на китайский капитализм. А китайский капитализм, там довольно много социальных таких условий, которые были, примеру говоря, раньше, там, при СССР, ну, примеру говоря, да, и прочее в этом духе. Вот. Соответственно, этот момент, с точки зрения идеологически, необходимо учитывать. Вот. Для чего я включил карту мира? Для того, чтобы вы понимали, что все эти морские пути, которые имеются сейчас из Китая, там, в другие страны, как бы вам показать, наверное, как-то так. В основном морские порты Китая находятся в этом месте, на этой территории. Поставляются эти товары, естественно, вдоль прилегающих территорий, типа, там, берегов и прочие в этом духе, уходят в Штаты, и также наоборот. Так вот. И вот сюда. В Сан-Франциско. В чем прикол? В том, что по мере ужесточения политической риторики, вот все эти маршруты, они в один момент будут аннулированы. Вот в чем проблема текущего десятилетия? В том, что, как бы, говорят, что да, 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 конечно, 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 мы водим эмбарго, водим то, водим все, никто ничего не будет покупать, наказывать страну. А сами-то что делают? Сами покупают. Сами берут, да покупают. Понимаете смысл, да? Лицемерие, сценизм, сам настоящий. Это проблема текущего десятилетия. То есть борьба за власть. Власть лживыми методами. Но, подчеркиваю еще раз, мы с вами говорим не о политике, а об экономике. Поэтому ключевой вопрос. Внимание. Как спасать свои деньги? Господа, все просто. Заниматься активными спекуляциями. Что на российском рынке акций, что на валютном секторе, что торговать, к примеру, американским фьючерсом, как вариант, пока он еще доступен. Учиться торговать нефтью, газом, драгоценными металлами. Либо подбирать на более дальний период времени те активы, которые будут более быстро растяются за счет фактора инфляции. Это драгопрометаллы. Это крипта, соответственно, тоже. Поэтому данные моменты необходимо учитывать. Я еще раз повторю, что я в рынке остаюсь все равно спекулянтом. Краткосрочным, среднесрочным. Да, конечно, у меня там позиция определенная в серебре имеется. Но все равно основную ставку я делаю на трейдинг. И вам, господа, хотите вы этого, не хотите. И не отмазывайтесь даже, что вот у меня работа, вот я не могу. Там, сям, на шею сели, все болит. Правда, господа, вы серьезно? Хотите спасать ваши деньги? Надо шевелиться. Не надо сопли распускать, не надо нюни распускать. Нужно шевелиться. В прямом смысле этого слова. Поэтому нужно торговать. И понимать макроэкономическую обособленность входа в сделку. А что для этого необходимо правильно? Смотреть наши лекции на YouTube-канале в графе плейлисты по основам биржевой торговли. Цикл супер обучающих видео. Потому что когда придет время, когда будет уже галлопирующая инфляция в мире. А это выгодно, поверьте, всему миру. Обнуление кредитной массы, обнуление всей этой денежной массы, обнуление долгов. Все к этому идет. Индекс пакса будет обваливаться. Сырьевые товары будут расти. Там нефть, золото, серебро, платье на палладе, медь, никель, цинк, алюминий. Все это тоже будет расти. Уголь в том числе. Да, российские рынок акции тоже будут расти в такой ситуации в дальней перспективе. Но извините меня. Даже нас потом в дальнейшем эта ситуация, вот экономически было правительство, оставить задуматься. О чем сейчас никто не говорит? О чем? О приватизации. В дальнейшем об этом будут более детально говорить. И об этом я, пожалуй, сниму видеоролик в ближайшем будущем. Где, с точки зрения макроэкономики, я вам свои мысли, в принципе, и обозначу. Сейчас, конечно, об этом нет смысла как-то говорить, прям очень тесно настаивать. Нет, время не пришло еще, поверьте. Время придет попозже. Когда олигополи всех тут уже будут передавливать. Вот. Тогда уже найдутся инициаторы всего этого процесса. А инициаторы это представители бизнеса в первую очередь. Вот. Соответственно, процесс приватизации будет неизбежен. Да, абсолютно. В этом я убежден. Вот. Поэтому, коль вы лица обыкновенные, да, как я понимаю, ни миллиардеры, ни яхт при себе в массе своей не имеете. Поэтому, как спасать ваши небольшие накопления, господа, повторюсь еще раз. Либо торговать, спекулировать, либо покупать на любой просадке, по любой цене, там, драгоценные и промышленные металлы. Все. Это все, что вы для себя можете позволить. А я, лишь повторюсь, убираю свою стратегию. Занимаюсь трейдингом, спекуляциями. При себе тоже имею инвестпозицию в металлах. Ну и параллельно также торгую на криптовалютном рынке в том числе. В общем, думаю, мысли вам мои понятны. Мы идем тотально по деглобализациям. Соответственно, мы об этом с вами говорили еще с 2019 года. Об этом более детально начали говорить в 2020 году во время ковида. И более тесно об этом с вами говорим весь последний год. Начиная с 2022 года, переходя плавно в 2023. И этот процесс, он будет набирать обороты. И важно понимать, что любая мировая перестройка экономическая и политическая, она сопутствует росту инфляции. Особенно, когда будут разваливаться логистические пути во всем мире. Поверьте мне, многие товары не будут приходить на прилавки. То есть, тем самым будет образовываться дефицит. А дефицит будет приводить к росту цен на те или иные товары в народном потреблении. Я не говорю про Россию. Нет. У нас в этом плане все в порядке. У нас там Китай есть, Турция есть. Там свое производство тоже неплохо так работает. Конечно, в это мало кто верит в свое производство. Все любят Армагеддон. Они говорят, что у нас кроме нефтегаза ничего якобы нет. Правда. А вы посмотрите статистику. А вы посмотрите все эти данные, которые, например, коммерсанты публикуют. Представители бизнеса, так называемые. Посмотрите, например, сами как тильные секторы экономики работают. Либо, либо. Вот вам мой видеоролик, который четко и твердо на протяжении часа вам рассказывает о том, как экономика России произошла экономику СССР. Посмотрите. Все обосновано. Все рассказано. Все разжевано. Поверьте мне, это лучше, чем просто сидеть и просто тупо ныть. То, что вот любят делать, в принципе, большинство. Сидеть, ныть и говорить, что ой, как все плохо. Ой, как все негативно. Ну, как всегда, короче. В общем, я лично повторюсь, готовлюсь к будущей инфляции. Я, в принципе, на готове. Стратегия выстроена. Я вам и постепенненько рассказываю, доказываю. Мысли свои преподношу. Дальше уже ваше дело. Как влиять на ваш капитал. Либо среднесрочное вложение. Там, условно говоря, металлы те же самые, да, там, либо крипта роль не играет. Либо более активное. Это трейдинг. Краткосрочность, среднесрочная. У меня и та, и та стратегия, в принципе, оптимальна. И я особо так не парюсь. Самое главное, господи, запомните одну простую вещь, что внутри года, внутри года, как минимум, необходимо будет в дальнейшем делать по 15% годовых. Потому что минимальная инфляция в рубле, которая, на мой личный взгляд, будет скоро из-за роста на сырьевой товар в первую очередь, затем уже из-за разрыва логистики именно внешних стран, то есть то, что в Америке и Китае. Ну, как минимум, процентов 13 точно. Что аж ключевую ставочку потом СБ будет тоже поднимать до этих уровней. Это надо учитывать. Вот. Почему инфляция в РФ будет в России? Ну, вы должны понимать, что все, что сейчас, к примеру, Россия покупает из электроники, да, оно поставляется из Китая. А в Китай эта электроника поставляется, конечно же, из Штатов. Я еще раз повторюсь, что когда Штаты лишат Китая патентов, вот там будет проблема большая. Копировать полностью технологии американские тоже не получится у китайцев. Там будут свои изъяны. Вы просто посмотрите, например, там телефоны, да, те же самые, или ноутбуки. Бренды чьи? Конечно же, американские. Не китайские, не японские, не марсианские, не венерианские, не небрюанские. Американские, понимаете? Американские. Лишив одну страну, которая массово воспроизводит эту технику, лишив ее патентов, все. Там потом будет проблемно. Как они будут, китайцы, эту проблему решать, я не знаю. Время покажет. Но это скажется вообще на всех. На всех, поверьте. В общем, это мои мысли. Это ни в коем случае не рекомендация. Это не Армагеддон. Просто я вам рассказал ситуацию с точки зрения макроэкономики и с точки зрения моего торгового возглавления. На этом все. Мы все обречем на прибыль. Лишь время и грамотно стратегия наши главные союзники. На этом все. Всего вам доброго и до свидания.